МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А со стороны инвесторов не проявлен явный интерес. В таких условиях план правовой защиты, скорее всего, будет нарушен. По словам администратора, особые опасения вызывают то обстоятельство, что не выполняется предусмотренное в плане условия денежного потока, и в результате предприятие не только не способно восстановить свою работу, но и может оказаться без средств для оплаты газа, электричества и выплаты зарплат. Если в течение 30 дней ЛАПС Металоркс не докажет своей возможности выполнить план правовой защиты, администраторам в соответствии с законом придется обратиться в суд с требованием о признании неплатежеспособности. Коалиционные партии достигли договоренности по так называемому демографическому ультиматуму. В бюджет 2014 года будет заложен ряд мер, которые направлены на улучшение материального состояния молодых семей с детьми и некоторых других групп населения. С 2014 года будет увеличена господдержка инвалидов, индексация пенсий молодых семей и детей, которые получают средства от государства, заявила на пресс-конференции в понедельник 30 сентября министра благосостояния Лази Винкеля. В то же время Винкеля не стала скрывать то, что недовольно достигнутым компромиссом. По ее словам, новая инициатива подразумевает, что социально застрахованные родители получают большую поддержку по сравнению с незастрахованными. Винкеля усматривает в достигнутом компромиссе риски обращения в Конституционный суд, так как он предполагает неодинаковое отношение к людям в одинаковых условиях. Увеличивается пособие молодым родителям со 100 лат, минимальное пособие на 120 лат и будет продлено период выплаты социальной страхования пособия родителям с года до полтора, что значит, что люди с социальным страхованием будут получать два пособия, 120 лат с рождения ребенка до его полтора года возраста и плюс еще это страхование. Может в Конституционный суд обратиться человек, который на себе чувствует этот неравный подход, это значит, что любой родитель, который будет получать только одно пособие, может идти в суд и говорить, что отношение неравно. Ранее сообщалось, что нас объединение и партия реформ выдвинули к партнерам по коалиции требование внести в бюджет с 2014 года ряд мер по поддержке семьи с детьми. В свою очередь глава Минблага Илзи Винкеля ранее заявила, что ее предложения позволили бы уже с нового года сократить социальное неравенство, избежать повышения социального налога и поддержать молодых родителей, которые хотят работать или учиться. После состоявшейся в понедельник 30 сентября встречи парламентской фракции партии реформ и министра благосостояния Илзи Винкеля партия реформ не будет требовать ее отставки, заявил лидер партии Эдмундс Демитерс. По его словам, встреча была конструктивной и от министра получены исчерпывающие ответы. Остались еще вопросы, требующие обсуждения. Однако в целом такая практика приглашать министра во фракцию оправдывает себя. Винкеля со своей стороны тоже положительно оценила встречу, добавив, что оппозиционные партии также должны иметь возможность встречаться с министрами. Как уже сообщалось, партия реформ пригласила Винкеля на собеседование, дав понять, что есть сомнения в ее профессиональной пригодности. Возможно, это стало реакцией на слухи о том, что премьер Валдес Домбровскис потребует отставки министра образования Вячеслава Домбровского. Автор нового проекта преамбула Конституции, председатель комиссии по конституционному праву Эгил Левиц, может быть кандидатом на пост следующего президента страны. Такое мнение в эфире программа «Утро на Болткоме» выразил правозащитник депутата АМА от партии Центра Согласия Борис Целевич, комментируя прошедшее в пятницу расширенное заседание юридической комиссии по проекту преамбула Ксатор Смэн. Жесты, голос, выступления человека, претендующего на роль политического лидера. Те давно циркулирующие слухи о том, что Левиц будет кандидатом на пост президента от националистического крова латвийской политики, то есть от единства Латвии, возможно, это полностью подтверждается на уровне ощущений. Левиц начал свою президентскую предвыборную кампанию. Как это в Латвии у нас принято, использовать самый простой вариант раскол по этническому признаку. Он хочет быть кандидатом от всех, кто за то, чтобы Конституция защищала в первую очередь латышей. Ну, кто же против такого возразит? Добавлю, по словам Эгела Левица, в преамбуле надо описать ядро Конституции. Целями существования латвийского государства Левиц считает сохранение латышской нации, языка и культуры, а также всеобщее благосостояние. Преамбула, по его мнению, также может служить залогом интеграции в обществе. На начало отопительного сезона долги населения за отопление по всей стране составляют порядка 40 миллионов латов. И эта сумма превышает прошлогодние показатели. Об этом в эфире программа «Разворот на радиоболтком» рассказал член правления Ассоциации предприятий теплоснабжения Андрис Акерманис. По его словам, должники делятся на несколько категорий. Малоимущие, злостные неплательщики и владельцы квартир, взятых в кредит. Долги растут в денежном отношении самые большие долги у квартир, где гипотекарные кредиты, которые, можно сказать, обанкротились. То есть, должники делятся на какие-то категории? Да. По числу эти должники не так уж много, но они составляют основную сумму, потому что там очень большие долги, которые идут там на тысячи. Тех, у кого взяты кредиты на квартиры, у кого нет возможности платить за эти кредиты и нет, соответственно, возможности платить за коммунальные услуги. Да. Банки эти квартиры забирают, и вопрос оплаты коммунальных услуг повисает в воздухе. Напомню, согласно недавнему социологическому опросу, примерно пятая часть или 22% экономически активного населения Латвии заявили, что в этом отопительном сезоне будут не в состоянии расплатиться за отопление. В понедельник, 30 сентября, в Латвии стартовала социальная кампания против эмоционального насилия над детьми. Фразы, произнесенные родителями «Ты ничего не можешь сделать, как надо, уйди, не хочу тебя видеть» могут травмировать ребенка на всю жизнь, говорят эксперты. Ситуация, когда ребенка упрекает и обзывает изо дня в день, может иметь два исхода. Дети либо становятся депрессивными, либо более агрессивными, причем не только эмоционально, но и физически. Это мы часто замечаем, приходя в учебные заведения, рассказала представитель инспекции по защите прав детей Инга Миллера. По статистике, в прошлом году в кризисные центры, такие, например, как Дардадзе, за помощь обратились почти полторы тысячи детей, пострадавших от эмоционального насилия. И большинство из них переживали издевательства и обзывания именно в семье. В торговом центре Рига Плаза открыта стена слов, которыми родители злоупотребляют. Рядом список хороших слов, которыми ругательство стоит заменить. Председатель Рижской думы Нелушаков, исполнительный директор Риги Юрий Срадзеевич и другие чиновники самоуправления посетили дамбу АБ, где проходят работы по благоустройству. Самоуправление инвестировало в реконструкцию дамбы 316 тысяч латов. На территории восстановлено покрытие смотровой площадки, оборудована игровая площадка, обновлено покрытие проезжей части и тротуаров, установлены скамейки. Самая, получается, затратная часть, и то, что больше всего времени требовало, это поменять асфальтовое покрытие, причем меняли специально именно на асфальтовый, на мелкий асфальт, чтобы здесь можно было в том числе и на роликах кататься. Это популярно, так скажем. Потому что на променаде выложили именно плиткой, и часто поступали вопросы, почему там нельзя на роликах кататься, но там другая специфика на променаде. Ну, вода рядом, немножко, ну и там просто ужин. Здесь это можно сделать. То есть, то, что наверху будет, поставят еще спортивные площадки, еще детские. Плюс, кстати, я забыл сказать, что очень важно, то, что было перед асфальтом, поменяли же все освещение. То есть, здесь поменено освещение, что сразу делает место, заставляет это выглядеть по-другому. Будут спортивные площадки, еще детские площадки. И плюс вот эта часть, да, которая там идет. Сейчас обсуждается две версии. Одна версия – это засыпать песком, мелким привезти, отклонить из Вецеки, или из Даугавгрива, соответственно, получается, как желтый. Вторая версия – земля, и за сей травой. Исполнительный директор Риги Юрий Срадзевич со своей стороны отметил доступность реновированного места отдыха для рижан и гостей города. Это пять минут от Старой Риги, а с левого берега тут именно недалеко остановка от общественных транспортов. Так что я думаю, что здесь можно добраться довольно спокойно. И мне кажется, что пейзас очень хороший, место очень отличное. На дамбе АБ летом работают кафе и галереи. Проходят различные мероприятия. Отсюда организуются и городские салюты. Редактор субтитров А.Семкин